С самого открытия торговой сессии единая европейская валюта сегодня смогла несколько усилить свои позиции, хотя рост довольно скромный. Во многом это обусловлено полным отсутствием каких-либо важных статистических отчетов, ведь до открытия американской сессии макроэкономический календарь совершенно пуст. Именно по этой причине фунт и вовсе стоит на месте. Рост же единой европейской валюты по большей части связан с ее несколько большей волатильностью в ходе вчерашних торгов. Ее сегодняшние движения скорее являются неким подобием инерции. Тем не менее, судя по всему, американские статистические данные не окажут на рынок существенного влияния. Дело в том, что вся макроэкономическая статистика на данный момент искажена эффектом низкой базы. Так, темпы роста розничных продаж могут ускориться с 27,7%, аж до 30,5%. Темпы же роста промышленного производства могут вырасти с 1% до 19%, и столь внушительный прирост как промышленности, так и розничных продаж возможен только за счет эффекта низкой базы, вызванного прошлогодним локдауном. Как раз весной были закрыты почти все магазины и остановлено большинство промышленных производств. И по этой причине делать какие-то выводы, исходя из текущих данных, довольно затруднительно. Так что рынок, скорее всего, проигнорирует их в ожидании уже более адекватной и, так скажем, чистой макроэкономической статистики. Валютная пара EURUSD в период вчерашнего торгового дня проявила локальную активность, но она была сосредоточена в границах ранее установленного диапазона 1.2050 и 1.2106. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период старта европейской сессии возник достаточно интенсивный восходящий ход цены, который поставил под удар верхнюю границу бокового диапазона 1.2106. В случае удержания цены выше чем 1.2130 на четырехчасовом периоде не исключается возвращение к уровню 1.2180, где произошло начало торговой недели. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматривать в случае сокращения объема длинных позиций и возврата цены ниже границы 1.2050. Валютная пара GBPUSD сумела удержать ранее заданный на рынке нисходящий интерес, в результате чего котировка вплотную подошла к психологическому уровню 1.4000, где в итоге была найдена точка опоры. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что точка опоры 1.40 продолжает сосредотачивать на себе длинные позиции. Это приводит к откату, но до тех пор, пока отсутствует удержание цены выше чем 1.485 на четырехчасовом периоде, нельзя исключать обратный ход к уровню 1.4000.